Привет, мои дорогие! У меня вчера отменился класс по английскому языку, потому что что-то там случилось с моим преподом. Он, надеюсь, не заболел коронавирусом. Не знаю, что с ним, но он очень сказал, что он не может преподавать мне. Мы сейчас с Мирончиком. Да, Мирон? Будем делать зарядку. Я уже нашла на телефоне зарядочку, которую мы будем делать. Сейчас я попробую это включить на моем Samsung TV Series. Вот, пожалуйста, видите, все работает. Женя, как подключить телефон к этому телеку? Что-то я не могу понять. Ты на работу ходишь в таком виде? Работаю. Давай, ручки вверх. Ручки вверх, Мирон. Ручки вверх, ручки вверх, ручки вверх. Бол, да, ручки вверх, Мирон. Весели, ручки вверх. А теперь поиграем в игру. Пингвины и балерины. Пингвины ходят на пяточках, а балерины на носочках. Готов? Сейчас мы пингвины. Пингвины на пяточках, Мирон, вот так. Балерины. Давай, на носочках, на носочках. Теперь давай качаться, как пальмы на ветру. Как пальмы на ветру качаться, Мирон. И-и-и. Пальма. И-и. Ручки расставь. Вот так. А сейчас стоим на одной ноге. Давай, поднимай. Какой птицы фламин. Смотри, Мирон, вот так. Раскрываем крылья, чтобы держать равновесие. Подними ножку, подними, подними, подними. Давай, я тебя буду держать, Мирон. Подними ножку. Подними ножку. Куча-а-а-а. Молодец. Теперь встанем на другую ногу. Теперь на другую ножку вставай. На другую. Куча-а-а-а-а. Сейчас мы станем кошечками. Давай. Спинку вверх. Спинку вниз. Спинку вверх. Давай, вверх. Опускай голову. Покачаемся на волнах, как лодочка. Давай, как лодочка. Видишь, лодочка как качается. Давай, ложись на животик. На животик. Ложись. Ручки вверх. Подними, ручки вот так. Поднимай, поднимай. Держи, 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 держи. Молодец, молодец. Да, ручки вверх, ручки вверх. Лодочка, у тебя отлично получилось. Куча-а-а-а-а. Теперь покатаемся на велосипеде. На велосипеде покатаемся. Байк. Крути педали. Давай, садись на попу. Вот так. Крути педали, Мирон. А теперь кружись, как я лад. Кружись, Мирон, кружись. Кружись, 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 кружись. Кружись, кружись, кружись. Ей. Мама, кружись. В другую сторону. В другую сторону. Кружись. А сейчас попрыгаем. Как я лад. О, давай, прыгай, Мирон. Джам. Прыгай, прыгай. Оп. 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 Прыгай, прыгай. Оп. Пока-пока. Пока-пока. Скажи бай-бай. Привет, друзья. Сегодня, наконец-то, будет одно из самых, запрашиваемых видео на моем канале. Это то, как я ухаживаю за моими волосами. Давайте расскажу вам. Но сперва я хочу сделать маску на лицо. Я сделаю маску, которая называется вот так. И мисс Фрид. Нравится ли она мне, я ей дам 6 баллов из 10. То есть она не супер-пупер. Но и не самая ужасная маска, которую я пробовала за всю свою жизнь. Итак, у меня есть мои самые любимые шампуни, которыми я пользуюсь уже на протяжении, наверное, последних лет 10, может быть, даже больше. Значит, это вот такой шампунь от Матрикс. С ним же идет и кондиционер. Я ими пользуюсь уже очень давно. Я их очень люблю и часто к ним возвращаюсь. То есть я вообще люблю менять продукты, пользуюсь чем-то новым, что-то для себя открываю, закрываю. Но вот к этому продукту я возвращаюсь постоянно. Также у меня есть вот такие шампунчики. Это бренд, который называется Caviar Anti-Aging. Шампунь и кондиционер. Написано, что он тоже увлажняющий. Нравится ли он мне? Да, нравится. Купила бы я его еще раз? Наверное, нет. Стоит ли он своих денег? Потому что он стоит намного дороже, чем большинство шампуней. Наверное, нет. Также один мой очень близкий друг, hair stylist, рекомендовал мне вот эти шампуни. Они называются Me Za Me. Эти шампуни созданы для кудрявых волос. Если у вас не кудрявые волосы, не покупайте их. Они только для кудрявых, и он реально очень жирный. То есть иногда я даже мою голову, выхожу, и у меня ощущение, что я даже не мыла голову. То есть реально очень жирные шампуни. Нравятся они мне? Да, в каких-то ситуациях. Бывают у меня моменты, что у меня слишком сухие волосы, я помою этими шампунями голову. И становится намного лучше. Кроме этого у меня есть вот такой шампунь. Это шампунь для роста волос. Я им пользуюсь достаточно редко, но для разнообразия могу попользоваться. Также у меня есть шампунь Panty. Мне он не нравится, но он реально хорошо вымывает все продукты с головы. То есть если я пришла с работы, и мне нужно качественно много пены, чтобы все напенилось и хорошо вымылось, вот этот шампунь хорошо работает. Маска для волос. Эту маску я купила по рекомендации одного моего hairstylist. И она сказала, что это лучшая маска, которая только может быть. Она называется Fekai. Она мне не понравилась. Она стоила 50 долларов, и я настолько была в ней разочарована, что я хотела ее вернуть обратно. Но все-таки решила не возвращать. Так как бизнесы и так загибаются, решила оставить и уж как-то закончить эту банку, ну по крайней мере попытаться. В общем маски у меня хорошие нет, которые мне реально нравятся. Но моя самая любимая и самая главная маска, которую я пользуюсь постоянно, это обычное кокосовое масло. То есть я беру кокосовое масло, намазываю его на руки, растираю между рук, разогреваю и наношу на мои волосы. Вот таким образом. Соответственно с этим я хожу день-два, может заплетаю косу. И после этого смываю, и мои волосы реально напитаны. То есть для меня обычное кокосовое масло работает лучше всего. Итак, следующее это уход. Мой любимый уход, который я реально полюбила, это вот этот вот серум от бренда Maraggio. У меня был полный комплект шампунь, серум и кондиционер. Мне очень понравилась эта линейка, но она достаточно дорогая. У меня вот до сих пор есть серум, шампунь и кондиционер закончился. Серум я обожаю, реально вижу разницу, если я мажу серум или не мажу. Мимо этого я очень люблю Argan Oil. Вот у меня был вот такой Argan Oil, как видите, тут почти уже ничего не осталось. Как раз таки для того, чтобы питать ваши волосы. Его я могу нанести и на мокрые волосы, и на сухие волосы, и уже на третий день после помывки волос. Спокойно могу нанести, проблем никогда никаких не бывает. Также я купила новую баночку Argan Oil. Мне порекомендовали этот ойл тоже на работе. Да, он хороший, ничем не отличается от предыдущего, но ойл он и в Африке ойл. Также у меня есть вот такой маленький ойл, который я часто беру с собой, потому что сейчас у меня несколько таких баночек от Bumble and Bumble. И он тоже для того, чтобы увлажнять ваши волосы. Нравится он мне? Наверное, нет, чем да. Мои любимые термозащиты. До того, как я поехала в Лос-Анджелес, я очень редко сушила волосы, очень редко их выпрямляла и все что-либо с ними делала, потому что у меня не было так много работы. И у меня был вот такой вот спрей для волос. Спрей термозащиты. Это русский бренд, и мне его подарили в России. И этот бренд, это Estelle Professionals. Нравится ли он мне? Не знаю. Я не видела особой разницы до, после, и так как я редко им пользуюсь. Сейчас у меня есть мой новый фаворит. Мой самый любимый термокрем. Я думаю, что это крем, да, крем. Который называется Briogeo. Я его просто обожаю. Особенно, когда я была в Лос-Анджелесе, у меня так сильно пересыхали волосы, и они начинали очень сильно электролизоваться. Я намажу этот крем, высушу волосы, и они больше не электролизуются. Это суперкрутое средство, очень вам его советую. Мои любимые dry shampoos. Самый мой любимый dry shampoos, это Orvee. Это очень дорогое, очень люксовое средство, которое я просто обожаю. Оно пахнет нереально вкусно. Я просто обожаю это средство. Очень вам советую, если у вас есть бюджет, купите себе именно этот dry shampoos. Но если бюджета у вас нет, и вы все равно хотите качественный сухой шампунь, то моя самая лучшая находка за последний год, это вот этот dry shampoos бренда IGK. Я его обожаю. Он очень крутой, он не оставляет белых следов, он реально работает. И он по качеству, может быть, сопоставим с Orvee, но все равно в Orvee чувствуется luxury, а здесь чувствуется как хороший-хороший. Друзья, в принципе, это все. Это все, чем я пользуюсь, и все, что я делаю с моими волосами. Я не часто мою голову, и я зачастую люблю ходить с грязной головой. Ну, в смысле, люблю. Я хожу с грязной головой. Я забираю волосы в хвост задний, пользуюсь сухими шампунями, вот так аккуратно все складываю назад. Я это делаю для того, чтобы мои волосы не были капризными, чтобы они не просили каждый раз помывки. То есть я оттягиваю время не мыть голову. Я не употребляю никаких БАДов, я не употребляю никаких витаминов ни для ногтей, ни для волос, ни для моей кожи. То есть все, что вы видите, это абсолютно натурально. Еще очень важный момент. У меня сухие, пористые, кудрявые волосы. Конечно же, у меня есть фен для волос. Вот этот фен. Я думаю, вы все знаете, что это такое. Это Дайсон. Я его купила сама. Это не спонсировано. Я нашла его на скидке. За полную цену я бы этот фен не купила. Я купила его на большой скидке. То есть если он стоит там почти 500 долларов, я его купила что-то за 200, может быть, 200 с чем-то. Нравится он мне? Да, он мне нравится. Купила бы я его за полную цену? Нет, не купила. Так что могу я его рекомендовать, покупать за целую, за полную цену? Нет, друзья, не покупайте. Есть обычный фен. У меня до этого был обычный профессиональный фен, который стоил там 70-80 долларов, и он отлично работал. Также в арсенале у меня есть вот такая расческа, которая вытягивает волосы. Я ее купила, когда у меня была каре, и я реально ей пользовалась. Она мне очень нравится. То есть если у вас короткие волосы, вот так называется этот бренд, я рекомендую эту расческу. Она тоже не очень дешевая, но она реально работает. С длинными волосами, такие как у меня сейчас, это, конечно, занимает слишком большое количество времени и не дает идеальный результат. Идеальный результат дает утюжки. Дают утюжки. И у меня утюжки от фермы Babyliss, которая называется Nano Titania. Я их обожаю. Они недорогие, там что-то 60-70 долларов. Это реально очень качественные, очень крутые утюжки, которые делают свое дело на 100 с плюсом. Ну вот и все, друзья. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Если да, ставьте лайки и дайте мне знать. Хотите, чтобы я вела такие видосики почаще? Особенно в моей прекрасной маске. See you! Еще один важный момент, друзья, моя любимая расческа. У меня вот такая, которая называется Tangle Teaser. Я ее обожаю. И даже мокрые волосы она расчесывает без проблем. И да, я всегда расчесываю мокрые волосы, потому что по-другому мои кудри будут похожи на что-то с чем-то, что-то где-то и так далее и так подобное. Так что, друзья, я рекомендую вам расчесывать волосы. если у вас кудрявые волосы на мокрую голову. Ну что, друзья, отмыла маску. Она неплохая. Ну как? Я дам ей 6 баллов и здесь. Я, по-моему, это говорила уже. Но, может быть, это было в другом видео. Сейчас я нанесу что-нибудь очень-очень увлажняющее на мое личико. Потому что, вы же знаете, главное — это увлажнение. И мы нанесем вот эту маску. Это вообще-то ночная маска. Youth to People. Я ее нанесу сейчас, потому что я пока никуда не собираюсь. Мне нужно хорошенько увлажнить мое лицо. по таким вот жирным слоям. И не знаю, слышали вы или нет, но после любой маски ночной нужно обязательно класть или ночной крем, или масло. По крайней мере, мне так сказал один мой знакомый косметолог. Я поставлю мое любимое дорогое масло от Drunk Elephant. Буквально 4 капли. Вот так, друзья. А, подожди, подожди, подожди. Еще одна маска. Маска для губ. Куда же без нее? От-ла-нейш. Я решила приодеться и быть в костюме спортивной кошечки. Кстати, я начала немножко поправляться. Не знаю, видно, не видно. Мне кажется, немножко видно вот здесь вот. Да и животик тоже начинает появляться. Что скажете, друзья? В общем, я начинаю тренироваться, друзья. Мне написал в Инстаграме один молодой человек. И он предложил мне бесплатно тренироваться онлайн вместе с ним. И у нас будет в субботу с ним первое занятие. Я сниму, покажу, что мы будем делать. Я ему сказала себе предпочтение. Сказала, что я в основном занимаюсь пилатесом. И что мне нравится пилатес. И так что, видите, как мы будем с ним заниматься. Что-то интересное. Потому что я вообще с персональным тренером занималась, может, только два раза в жизни. Не считая тех моментов, когда я занималась моим мужем. Вот так. Я, кстати, нанесла на волосы сегодня ойл. И поэтому такие волосы, как будто бы как будто бы немножко жирные на концах. Я немножко переборщила. Ой, привет. Жулик. Ты что пришел? Гулять идешь? Да. Да, гулять. Карантин день. 15? 20. 20. Мы идем на улицу. В Америке не объявлено носить маски всем. Носить маски нужно только тем, кто болеет. Так как мы не болеем, мы маски носим. Мы носим только ушки. Ушки на макушке. Расскажи, в чем ты одену сегодня. Итак, на мне. Сапоги. Валентина. Джинсы. H&M. Пальто. Сейн-Лоран. Сука. Луи-Витон. Что еще? Белт. Диор. Ушки. Ушки на макушке. А теперь, кто хочет увидеть моего мужа? Май, you don't take my style? Что вы скажете, друзья, по поводу стиля моего мужа? Что-то не похоже, что на улице карантин. Посмотрите, сколько людей вокруг. Посмотрите на этих собачек. Оцените, пожалуйста, его внешний образ. В чем ты сегодня одет? Стой, куда идешь, красный? В чем ты сегодня одет? Слушай, честно, я даже не знаю, в чем я сегодня. Просто все, что у меня было. Красное. Красное. Бордовое. Взял из холодовки и одел. И даже шапочку моей жены, блин. Да. Почему? Это моя шапка. Это моя шапка. Самое главное, что? Что мы стильные. Мы молодые и яркие. Молодые и яркие. Ну, смотря, кто из нас молодой еще. Особенно я. Кстати, хотел заметить, что половина вещей, то, что мы с Юлей говорим, это шутка. Так что, люди, серьезно, не принимайте все к сердцу. Особенно наши ссоры. Особенно наши ссоры. Особенно когда... И разговоры про тушканчиков. Про тушканчиков. Потому что, действительно, моя семья, меня так... И, вернее, Юлина семья меня так не называют. И это была шутка. Потому что мы бухали винчик. А твоя семья меня так называет? Они называют тебя ласковой, ласковой кошечкой. Вот. Так что, не бойтесь, все близко к сердцу, серьезно. Никто никого не называет плохими словами. Мы любим все национальности. Мы любим все эти самые... Что мы любим, Юля? Расскажи. Мы любим всех. И вся. Но я заблокировала пара человек. Да. Которые вовмущаются. Да нет. Просто уже надоело, блин, доказывать кому-то, что-то проще заблокировать. Я вообще не блокирую тех, кто просто говорит, что я там дура конченная. Но кто реально просто попадает мне на мои нервы, идут в блок. Под руку, под руку горячую. Под горячую руку, да, блин. Ну, я сейчас уже просто устала, блин, с какими-то базарами, блин, людьми, которые вообще, вот, like, как об стенку стучишься, и ничего не доходит. Так что... Согласен. Мы идем в магазин, друзья. Мы идем в наш дорогой любимый магазин под названием Italy. Надеюсь, что он открыт. По-моему, он был открыт, потому что я смотрела у кого-то из моих друзей в Инстаграме, они писали, что он открыт. Вот мы сейчас туда идем для того, чтобы купить какой-нибудь итальянской еды, друзья. И итальянского винишка. Да? Да. Bye-bye. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok